добрый день уважаемые друзья вот еще хотела вам показать предстоящие мои работы то есть это у меня розарий тоже все обрезаны также замульчировала все конской подстилкой и мне здесь осталось поставить дуги то есть на зиму я делаю над розарием такой типа шалашика ставлю здесь много-много дуг сверху укладываю металлические либо пластиковые такие направляющие чтобы не проваливался ультрасил и одеваю у меня такая шита типа палаточки ультрасил в два слоя вот сегодня постараюсь поставить дуги потому что холодно идет снег и хотела с вами еще проконсультироваться это у меня клумбочка около крылечка здесь у меня шаровидная туя тоже на ножках то есть у меня два две таких туи смотрится очень хорошо то есть когда она была просто шариком она занимала очень много места и мне это не нравилось вот когда оголила ей ножки то есть она смотрится очень хорошо перед ней спирея gold princess маленькая ярко-желтого цвета следующей весной я надеюсь если переживут зиму у меня саженцы они будут в продаже очень красивая спирея вчера замульчировала тоже всю поверхность этой клумбы то есть внизу у меня лежит листва это из под груши листва толстым слоем она везде лежит и чтобы она не разлеталась потому что я не люблю когда летает листва сверху уложила скушенную траву скушенная трава некогда было умею разложить она целый месяц у меня отлежала в пакете вот сейчас я увидите везде вот сверху так разложила вот эту кстати гортензию забыла подвязать это у меня little blossom вот обязательно сейчас подвяжу и вот хотела с вами проконсультироваться хотя у меня лаванда в моем саду очень давно но вот этой весной она у меня зиму пережила очень тяжело вышла очень слабая но потом видите как хорошо нарастила цвела не очень сильно те кто выращивает ну скорее всего в средней полосе россии у кого есть тоже вот ускористная лаванда подскажите как вы сохраняете ее на зиму то есть я обычно вот так немножко связываю ее тоже но не в сильный пучок чтобы она не сопрела и вот у меня есть от туи тоже веточки и обычно я делаю вот такой типа типа бег вам так вокруг ставлю вот так веточки вот тут сверху вот здесь связываю вот и она у меня так уходит в зиму но почему-то вот именно эту зиму 2022-23 года она пережила очень плохо смотрите какой у меня морозник цветет он первый год видите какой прелесть то есть снег такие жесткие уже замерзшие листики и вот такой цветочек цветочек первый раз вообще вижу как цветет морозник просто прелесть еще хотела вам показать это у меня площадка с жимолостью съедобной ну первый кустик это самарская лидия а вот это пять кустиков у меня жимолости вчера немножко я омолодила кустик вырезала из серединки то есть старые побеги это такая жимолость не знаю как она называется покупала тоже лет 20 назад сорт мне название не сказали и он у меня был очень долго только эти два кустика здесь у меня еще один был отдала своей сестре двоюродной там посадили и узнала что жимолость одного сорта она не родит потому что собирала каждую весну только знаете одну четверть стаканчика вот столько было ягод с двух кустов кстати у нас знаете дождливая теплая погода была и начали открываться бутончики уже цвести собирается потом у меня еще купила это прошлой осенью да вот такую жимолость не знаю что это за сорт бриал бьюти канадская мне кажется канадский сорт потом весной этого года заказывала голубое веретено это из казани мне пришло так подрос за за этот сезон под кустик подрос тоже обратите внимание у меня все на все кустики тоже замульчированы это у меня сорт десертная жимолость достаточно высокая хотя в описании она стояла где-то метр двадцать не знаю почему она так выросла где-то метр пятьдесят на самом деле если я метр семьдесят то она ну два метра это точно вот то есть выше меня намного тоже вчера ее немножко вырезала и загущение из середины куста вырезала и вот посмотрите здесь тоже когда вырезала увидела вот как она уже начинает просыпаться жимолость у нити здесь прям ягодки уже то есть на улице так дождливо и тепло что жимолость уже перепутала и решила что это весна и вот это последний у меня кустик жимолости это восторг это реальный восторг очень вкусные крупные такие вот ягоды но почему-то кустик очень плохо растет что ему не хватает не знаю он меня уже на третий год и вот такой маленький хотя ягодок вроде много на нем нет у меня восторг здесь у меня стоит голубика покупала этой весной здесь у меня три сорта голубики но не смогла не успела я его посадить будут пока у меня зимовать вот в таких огромных контейнерах это у меня фрайс мельба на штамбе это конфетти гортензия лилейники здесь у меня замульчированы убраны пионы ну вот наверное все что я хотела вам показать в этом видео она тоже получилась на достаточно длинная следующем видео я вам покажу здесь у меня грядочка с маленькими черенками я видео где-то в августе ставила как я их сажаю это было позднее черенкование и черенки с хорошей корневой системы все посадила сюда на грядку сейчас они также замульчированы конской подстилкой не буду открывать меня руки уже замерзли хотя я вот с этого краешка же он открою покажу вот так вот они себя представляют одни верхушечки зеленые торчат видите и в следующий раз как бы знаете это мой опыт это мой первый опыт так я никогда не делала вот и хочу на зиму их укрыть сюда поставить пластиковые ящики перевернуть пластиковые ящики дном вверх сверху уложить такие я закупила мешки найти из под овощей плетеные мешки в которые я положу сухие соцветия гортензии есть видео как я сушу свои соцветия от гортензий много получила негативных отзывов зачем я это делаю вот я делаю для того чтобы укрыть вот эти гортензии то есть когда будет уже так достаточно холодно без дождей и сверху укрою еще ультрасилом и возможно оставлю вот эти дуги ну вот этот ультрасил я наверное сниму потому что ну снег его все равно мне кажется раздавит этот ультрасил а сделаю просто вот знаете как просто крышу сверху целлофаном чтоб сильно если даже дождик пойдет зимой сильно не попадала влага вниз ну теперь уже наверное окончательно я сняла вам видео спасибо всем за внимание всего вам доброго и до встречи